Привет, ты на канале Фолстон, а я его ведущий Костя. Трансферное окно открылось, а это значит, что футбольный мир наполнился интереснейшими новостями. Шевченко уходит из Джену, а Макгрегор хочет избить Неймара, а вокруг Роналду разгорелся нешуточный скандал в Манчестер Юнайтед. Обо всем этом я расскажу вам в ближайшие 10-11 минут, ну и, конечно же, покажу самую сексуальную девушку дня. И, кстати, не забудьте подписаться на мой канал и в комментариях написать Я подписался, чтобы я знал, кто присоединился к армии Фолстона. Ну и, конечно же, давайте наберем хотя бы 2000 лайков, уж давно такого не было. Мне будет приятно, а вам просто. Поехали! Начало года в РПЛ ознаменовалось громким и скандальным увольнением одновременно. Руководство Краснодара приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича. Причиной стало недовольство Гайлицкого результатами, а также личный конфликт Гончаренко. По словам инсайдеров, белорусскому специалисту не нравилось, что он практически не влияет на трансферную политику клуба. Последней каплей стало увольнение ассистента Гончаренко Руслана Зубика. Тренера это настолько задело, что он несколько дней не отвечал на звонки руководства Краснодара. Кто возглавит клуб, пока непонятно. Среди кандидатов Николич, Шаронов и Кононов. Продолжим тему тренерских назначений дроп-увольнений. Перед Новым годом появилась информация, что сборная Польши хочет назначить главным тренером Фабио Конавара. Однако во время переговоров что-то пошло не так, и кандидатура итальянца была отброшена. Потом Польская Федерация Футбола открыла список других обладателей золотого мяча, которые ныне являются тренерами, и обнаружила двух специалистов – Зидана и Шевченко. Если первый пока не планирует возвращаться к тренерской карьере, и вряд ли Польша его заинтересует в принципе, то второй вовсю работает Дженуа, однако результаты Генуэзцу, мягко скажем, не впечатляет. Именно поэтому Польша хочет переманить Шевченко, а не даже готова выкупить контракт украинской легенды у итальянского клуба. Но сейчас перед Шевченко стоит непростая задача, ему нужно усилить Дженуа, но дела идут не так, как хотелось бы. Капитан Грифонов Доминика Кришета покинул клуб. Защитник продолжит карьеру в МЛС в клубе Торонто. К слову, в Канаде скоро образуется целая итальянская диаспора. Уже летом в Торонто переберется и Лоренцо Инсиние, который на днях подписал контракт с клубом. Тем не менее, Дженуа уже провернула несколько трансферов. Одним из новичков команды стал Сильван Хефти из Young Boys. Швейцарский правозащитник в текущем сезоне провел 29 поединков, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Стоимость перехода составила 3,5 миллиона евро. Вторым приобретением Грифонов станет нападающий берлинской герты Кшиштоф Пентек. 26-летний футболист ранее уже выступал Дженуа. В своем первом сезоне за Грифонов в 2018 году Кшиштоф отметился 19-ю результативными ударами, проведя 21 поединок серии А. Также под руководством Шевченко может оказаться игрок Ювентуса Дэн Кулусевский. Клуб из Генуи рассчитывает арендовать вингера. Но это не что по сравнению с трансферными баталиями в Барселоне. Знаете, что там происходит? Сейчас расскажу. Совсем скоро Барселона сможет облегченно вздохнуть. Ведь уже в это трансферное окно ее может покинуть Филиппо Каутиньо. У бразильца сразу два варианта продолжения карьеры и оба ВПЛ. Первый вариант – аренда в арсенал. И вроде как канонеры заинтересованы в игроке, но на месте Артеты я бы очень хорошо подумал. Ведь Филиппо достаточно проблемный футболист и в плане дисциплины тоже. А я напомню, что именно этот фактор стал причиной ссоры тренерского штаба с Абуми Янгом. Габоник, к слову, сменит клуб уже этой зимой. Главным претендентом на него является Манчестер Сити. Конфликт Абуми Янга с нынешним клубом настолько серьезный, что Арсенал готов продать экс-капитана любой команде, которая сделала предложение о трансфере. Второй вариант для Каутиньо – Астон Вилла. Клуб готов арендовать игрока до конца сезона с дальнейшим правом выкупа. Барселона, в свою очередь, усилит линию нападения уже этой зимой. Скорее всего, Альваро Марата переедет в Каталонию. Правда, Аллегри думает иначе. Цитата. Марата не уйдет. В прошлом сезоне он забил 21 гол, в этом уже 7. Проблема Альваро в том, что он вечно думает, что ему чего-то не хватает. Я сказал ему, что и на его уровне играют только 4 или 5 форвардов в мире. Альваро в хорошем настроении. Тема закрыта. Как по мне, это первый звоночек, что испанец уедет из Турина. Дело в том, что летом похожие слова тренер Ювентуса говорил и о Криштиано. Как итог, португальцы уже полгода играют в Манчестер Юнайтед. Еще одна головная боль Барса – это Усман Дембеле, контракт которого истекает уже этим летом. Француз не спешит ставить свою подпись под соглашением синие-гранатовыми, потому что он обиделся. Дело в том, что Барселона подписала Торреса за 55 миллионов евро. Усман уже говорили, что у клуба нет денег, чтобы выплачивать ему прежнюю зарплату. Поэтому по новому контракту игрок получал бы меньше. Но после трансфера Феррана бедняжка Дембеле почувствовала себя обманутым, ведь на трансфер испанцы денежки нашлись. Ну, теперь Усман понимает, что чувствовала Барса, когда покупала мегаперспективного игрока из Баруси, а получила вечного пациента Лазарета. Вот чего я не понимаю, так это почему Блаугранс держится за француза. Хави по-прежнему рассчитывает, что Усман останется, но по иронии судьбы уход Дембеле скорее на руку синие-гранатовым. В финансовом плане. Клуб не может заявить Феррана Торреса в Ла Лиге, и только уход нескольких высокооплачиваемых футболистов может помочь заиграть новичку. За ситуацией очень пристально наблюдает ПСЖ, поскольку команда видит Дембеле потенциальную замену Мбаппе. Уж кто-кто, а парижане точно смогут утолить финансовую жажду французов. Возможно, Парис Сен-Жермен стоит подыскать замену и Неймару, ведь его хочет избить Конор Макгрегор. Так ирландец отреагировал на совместное фото Нея и действующего чемпиона UFC Чарльза Оливейры. Если точнее, Конор сказал, что запросто побьет и одного, и второго. В случае с Неймаром сомнений нет, а вот по поводу Оливейры покажет поединок, если он, конечно же, будет организован. Но вернемся к ПСЖ. Мбаппе может сменить столицу Франции на столицу Испании уже этой зимой. Как известно, Реал играет с ПСЖ в одной восьмой лиге чемпионов, а Мбаппе очень веская причина, по которой мадридцы могут не пройти в четвертьфинал. Поэтому Перес хочет подписать нападающего уже в это трансферное окно. Королевский клуб предложил парижскому 50 миллионов евро за Мбаппе. Денежный аспект в современном футболе чуть ли не самый важный, поэтому парижане могут немного поторговаться, но в итоге примут предложение. Ведь в противном случае Киллиан уйдет летом бесплатно. Этот трансфер и порадует, и огорчит болельщиков Реала одновременно. Почему? Сейчас подробно расскажу. Ну, сами посудите. С одной стороны, у них появится Мбаппе, с другой не появится Холланд. Норвежец не уверен в целесообразности перехода в Мадрид. Эрлин хотел бы быть лидером своей команды единолично, а с Киллианом в составе это вряд ли возможно. Отец Холланда Альф Инге уже не скрывает, что предпочтительным является Реал, но ситуация с французом все усложняет. Этим намерен воспользоваться Лапорта. Во-первых, он уже ходит с таким видом, как будто подписал норвежца. Во-вторых, в разговоре с Эрлингом президент Барселоны давит на то, что противостоянием Мбаппе Холланд может стать таким же эпохальным, как и борьба между Месси и Роналду. Вот только где Лапорта достанет эпохальную сумму, чтобы купить норвежца и выплачивать ему зарплату, непонятно. Как бы то ни было, окончательное решение по поводу будущей команды Эрлинг примет до 31 января. Кстати, Международный центр спортивных исследований Футбол-Обсерватори составил рейтинг самых дорогих футболистов топ-5 лиг Европы. И ни Холланд, ни Мбаппе его не возглавляют. Более того, француз занимает 48 место. Его трансферная стоимость оценивается в 71,5 миллион евро. А вот возглавил список Венисиус Джуниор. Его оценили в 166,4 миллиона евро. Самым высокооцененным вратарем стал Джан Луиджи Донарума из ПСЖ 82 миллиона евро. Центральным защитником Рубен Диеш из Манчестер Сити 120,5 миллионов. Фланговым защитником Альфонсо Дэвис из Баварии 122,3 миллиона. Полузащитником оборудительного плана Джуд Беллингем из Баруси и Дортмунд 130,1 миллион. Атакующим полузащитником Флориан Вирц из Байера 133 миллиона. Месси и Роналду не попали даже в первую сотню. Перебираемся в Англию, ведь там тоже куча всего интересного произошло. У Саутгемтона сменился владелец. Как информирует пресс-служба святых, инвестиционная компания Sport Republic приобрела контрольный пакет акций клубов китайского бизнесмена Гао Жишиня. Сообщается, что за 80% акций было заплачено 100 миллионов фунтов. За инвестиционной группой Sport Republic стоит сербский бизнесмен Драгон Солок. Он является основателем United Group, одной из крупнейших телекоммуникационных компаний региона. Интересно, как дальше будет развиваться Саутгемтон? Будет очень жаль болельщиков, если клуб пойдет по пути Нью-Касла и опустится на дно турнирной таплицы АПЛ. Сороки же недовольны своим положением и готовы тратить космические деньги, чтобы ситуация как-то изменилась. Шейхи выделят 220 миллионов фунтов на трансферы только в зимнее окно. В целом, они могут подписать или Холланда, или Мбаппе. Но этого не будет, поскольку молодые таланты не планируют полгода убить на то, чтобы не отправиться играть в чемпионшип. К слову, первый трансфер Нью-Касла уже оформил. Из мадридского атлетика в клуб переходит Киран Трипье за 12 миллионов фунтов. Следующим, кто может пополнить гнездо сорок, является защитник Сивилии Диаго Карлос. Кстати, Миколенко оказался вывертан не во многом благодаря тому, что между тренером Ириса Крафа Бенитесом и левым защитником Люка Эдинь возник серьезный конфликт. Именно из-за этого француз намерен покинуть клуб. Главным претендентом на него как раз таки считается Нью-Касл. Футболиста Ростова Матиаса Нормана, которая на правах аренды играет в Норвиче, ограбили в Англии. Преступники разбили стекло его автомобиля и вытянули все документы. Но футболисту не предстоит долго грустить, потому что его будет утешать сексуальная красотка, которая и стала девушкой дня моего выпуска. Знакомьтесь, это Виолетта Грачева. Она родом из Ростова, где, собственно, и познакомилась с Матиасом. Было бы удивительно, если бы она работала кем-то еще, кроме как моделью. Виолетта помешана на фитнесе. У нее рельефный пресс и подтянутая фигура. Девушка не пропускает тренировки и следит за правильным питанием. Сейчас она живет вместе с Норманом в Англии. Благодаря ее сторис в Инстаграм стало известно об ограблении игрока. Кстати, многие сравнивают Грачеву с девушкой Роналду Джорджиной. А как ты считаешь, кто из них красивее? Своими предпочтениями делись в комментариях. Ну а пока вы думаете, пишите, приступлю к главной новости моего выпуска. В матче с Уолверхэмптоном Кришчано Роналду только второй раз в своей карьере вышел на поле в качестве капитана Манчестер Юнайтед. Лидерство португальца в клубе уже практически неоспоримо. Он играет практически больше всех, он избивает больше всех. Но нашлись такие люди в стане красных дьяволов, кому не по душе такое положение дел. Магуайр, Кавани и Гринвуд недовольны тем, что Криш получает много игрового времени, что приводит к постоянным конфликтам в раздевалке. Также некоторые футболисты обвиняют португальца в том, что его выступления в СМИ и соцсетях негативно влияют на атмосферу в команде. В моем выпуске о том, как футболисты встретили Новый год, я рассказывал, что Криш нелестно проехался по МЮ в своем поздравительном посте в Инстаграм. Кстати, обязательно посмотри этот ролик. Все эти факторы негативно сказываются на коллективе и раздевалке МЮ грозит раскол. Даже Люк Шоу в интервью после поражения от Волков сказал, что команде не хватает сплоченности. А как ты думаешь, кем Роналду является для Манчестер Юнайтед? Незаменимым игроком, который делает разницу, или же злым гением, разрушающим команду изнутри? Своими размышлениями поделись со мной в комментариях, я обязательно прочту. А у меня на этом все. Обязательно подпишись на мой канал, чтобы не скучать весь 22-й год. Ну, поставь лайк, конечно же, напиши комментарий, что тебе интересно в футболе, какие еще ролики мне снять. С вами был Костя Фолстон. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok